Мне очень понравилось, это очень крутая статья, она офигенная. Вот это институт РКАМ в Париже, они занимаются, это на самом деле самый крутой институт по аудио-музыкальным именно технологиям в мире. Он кучу инноваций за последние 50 лет сделал. Вот это и как бы заход очередной на Machine Learning. И, кстати, у них было много похожих каких-то вещей, но вот впервые они именно автоэнкодер свой сделали для музыкальных инструментов. Основана работа по многому на статье DSP, GSM и Google Magento. Вот, они там взяли пару идей у него, как бы доработали, получили очень крутую вещь. Подожди, а можно еще, я на автору, можно попередить, пять секунд. Да, на интро? Да-да-да, я хочу на авторов посмотреть пару секунд. У нас получается... А кто что, смотри, Антони, Филипп и Игорь Стравинский, а первое, first place... Игорь Стравинский, а улица Игоря Стравинского, один. А, то есть это улица Игоря Стравинского в Париже, а это и два автора, получается, здесь. Окей, все. А что, Сарбонна и улица Игоря Стравинского? Нет, Иркам и Сарбонна. Иркам — это звуковой и музыкальной технологии на Игоря Стравинского, а Сарбонна — это Сарбонна. Все, попронил, извини за автопик. Нет проблем, нет проблем. Короче, о чем речь вообще, о чем статья? Значит, это representation learning, совмещенный с поиском такого декодера из-за репрезентации. Там быстро синтезируется звук. То есть, вот я приведу пример, значит, о чем речь, параллель, точнее, с поиском ТТС. Там, например, входит мел-спектрограмму, и мел-спектрограмма, он генерирует звук. Это и быстро, это и маленькая, достаточно компактная репрезентация, в ней удобно работать, в этой мел-спектрограмме и так далее. Есть недостатки, у него спектрограмма именно для музыкальных применений, потому что у нее не очень высокая точность частотная. Потому что там, если у нас 80 мел-ов, например, мы не можем попасть там в какой-нибудь фа-диез третьей октавы, если чуть-чуть сдвинут тюнинг и так далее. Ну, в общем, чисто музыкальное применение всегда ограничено будет мел-спектрограмма. Вот, но проблема даже не в этом. Если мы хотим управлять, тонко управлять инструментом внутри этой репрезентации, то есть если мы хотим, чтобы он вообще жил в рамках этой репрезентации, которую мы ищем, нам нужны какие-то музыкальные параметры в ней. Во-первых, нам нужна компактная репрезентация, удобная для управления, и нам нужно, что самое главное, быстро синтезировать в высоком качестве из нее звук. Это очень-очень важно, потому что это открывает возможность генерировать 44 килогерца, то есть аудиорейт в качестве. Нет, не тот сказал, не тот сказал, почему аудиорейт? Короче, в высоком качестве, который используют на самом деле в своей работе музыканты. Музыканты не работают в 22 килогерц. Для TTS это нормально, для музыки это нет. Это почти брак. Конечно, предпочитаю 96, но сейчас речь не об этом. Дело в том, что до сих пор все нейронные, значит, в АЕ, они работали в 22 килогерца и реалтайм не давали. До этого была работа Google Magento, значит, похожая вот на эту, значит, на ней в ДСП, которая может генерировать реальное время, но у нее недостатки свои есть по части экспрессивности. Она не все может изобразить, не всякий звук. А вот рейв, он, в принципе, все может. Вот этот автоэнкодер, который я сегодня вам показываю. В принципе, ну, судя по демкам, и я чуть-чуть его пообучал, пару дней, к сожалению, дообучить я не успел. Вот, но пока что все очень многообещающе, достаточно грамотная у меня работа. Ну, слушай, сразу два вопроса. Первый вопрос, почему другие не могли на 48? Что мешало, как бы, и второе вопрос, ты говоришь, пообучал пару дней, эта штука так долго обучается, получается? Ну, короче, день я обучал в 30-90, и оно это считалось до конца, да, но достаточно долго считалось. Не знаю, может быть, там что-то неоптимальное. Может, у меня вообще данные, по-моему, на Насе лежали, там, может, какое-то время оно обучается небыстро. Вот, это не что-то такое, что можно за часок там запустить, типа, играть, нет, это не такое. Но качество, самое главное, это качество. Окей, согласен. Почему оно быстрое, почему оно быстрое, не знаю, это я не могу сказать, к сожалению, пока. Почему не быстрое, ты имеешь в виду, почему не быстрое? Почему оно быстрое в inference, я не могу сказать. Во-первых, потому что, ну, как бы, вроде бы, вроде бы, это просто, значит, апсэмплинг. Декодер очень простой. Он обучается сложно, вот, но сам все декодер достаточно простой, может быть, в этом просто дело. Вот, и потом они все-таки ускорили это дело за счет экспорта, который описан в другой статье, и она еще не вышла. Вот, может быть, они к этому ведут. Вот, я до конца разобрался. Сейчас расскажу, в чем я разобрался. Подожди, Леш, еще вопрос. А экспорта, в смысле, в другой какой-то формат, типа, джипы и вся вот эта история, или что-то другое? Да, да, и какой-то, у них, в общем, следующая статья на подходе, она про реалтаймовый, значит, с помощью вот этого энкодера. И там, значит, ну, на гитхабе, в коде этой статьи, в коде этой статьи, там есть экспортер, который какие-то слои делает из вот этих обычных слоев. Вот, приемлемо, разумеется, речь не идет про кэширование стат работы, речь про что-то еще идет. И это, как бы, ускоряет очень сильно все. И самое главное, дает возможность безо всякого ГПУ это быстро считать. Потому что, я бы обращаю внимание, здесь 20 раз быстрее, чем тайм, это на ЦПУ, а не на ГПУ работают. Вот это делают вот этот проект актуальным для простых музыкантов. Потому что у них обычного ГПУ нету. Еще вопрос синхронизации ЦПУ и ГПУ кода на простых обычных машинах. Слушай, я тебе больше скажу, эта штука делает этот проект актуальным для всего, потому что у нас сейчас почти все мобилки, в мобилках нормальных ГПУ не стоит, все мобилки тоже на ЦПУ работают. И затащить какой-то а-ля синтез на мобилку это. Ну, там, в мобилках, во всех мобилках, очень давно уже, хоть крайне не будет, но инференс сделать нормальный, человеческий, на каком-то андроиде, на ГПУ, ну, там есть какие-то китайские, там, какие-то фреймворки, но это, в общем, это жестко очень. Ну, да, а это, как бы, можно что-то быстро даже на любой ЦПУ, на разберепады закинул и довольствую все. Инференс этой хрени, он достаточно прост в имплементации и так далее, вот, при очень высоком качестве. Так что, на самом деле, это очень актуальная вещь, ну, для музыкантов, прежде всего, потому что, это мел-спектрограммы, ТТСников, может быть, не устроили. Вот эта репрезентация, потому что мне не надо что-то там... Слушай, ну, ТТСникам, если эта штука работает лучше, чем спектрограмма, для ТТСники быстро подстроится. Ну, ребят, все. Не старам использовать спектрограммы, нафиг ваши вукодеры, вот, работает и качество лучше, и 48 кГц. Ну, да, может быть... Короче, не знаю, возможно, здесь не показано прям такой уж высокий качество, но я его слышал в аудио, здесь эти тесты я еще пока не до конца досчитал. Ладно, давайте, значит, ближе к делу, о чем тут речь, что у нас здесь происходит. Они расскажут такое в АЕ, к сожалению, для меня это, как бы, я слишком деодерталец, чтобы полноценно понять в АЕ. Вот, я вот не до конца понимаю переход от Кульбека Лейблера к Елбо, вот, до сих пор, уже полгода прошло, и мы можем забраться в этом. Смотри, они говорят, давайте, типа, минимизировать KL Divergence, вот, KL Divergence, оно показывает, грубо говоря, разницу между двумя распределениями. Вот, напрямую эту штуку мы посчитать можем, потому что возникнет какое-то вычисление, которое мы, ну, которое мы не можем посчитать по какой-то причине. Вот, но есть Элбо, соответственно, и Элбо, это, как бы, как-то... Он, получается, ниже, чем... То есть, вот эта ошибка Элбо, она всегда ниже, чем ошибка Кульбека Лейблера. То есть, получается, насколько я сейчас помню, могу запутаться. То есть, если мы минимизируем Элбо, то мы автоматически минимизируем KL. Просто, если бы мы минимизировали KL, ну, напрямую, то, возможно, реальный KL был бы чуть-чуть пониже. Но, реально, KL мы минимизировать не можем, поэтому минимизируем вот это Элбо. Ну, то есть, если мы... Почему мы не можем? Потому что, как вы, правильно понимаю? Там возникают некоторые вещи, когда форму расписываем, которые мы посчитать не можем. Вот, то есть, там возникают вещи, которые, ну, просто аналитических не можем посчитать. За счет того, что у нас континус вот это пространство, вот, и... Короче, там возникают некоторые интегралы, по вероятностям, да, очень многомерные, которые нереально посчитать. Вот, все. Хорошо, второе, по поводу, не андертальский вопрос. А там в ВАЕ всегда шум используется? И, соответственно, всегда нужен репериметрический... Да, как бы, ну, основная идея ВАЕ то, что мы... Ну, мы как его обучаем? Мы сэмплируем что-то из шума, вот, то есть мы добавляем какой-то шум. Ну, вообще, какая идея, зачем репериметрический трик нужен? ВАЕ мы что хотим сделать? Мы хотим, чтобы мы сжимали нашу картинку, там, звук, что угодно, в латентное пространство. И чтобы это латентное пространство было у нас из нормального распределения. И ВАЕ мы когда обучаем, мы что с ВАЕ хотим делать? Мы хотим брать какой-то случайный вектор из нормального распределения, вот. И это случайный вектор потом разворачивать в какую-то картинку, вот. И отчасти вот эта вот случайность нам там нужна. То есть мы, по сути, сэмплируем что-то случайно, и из чего-то случайного получаем что-то нормальное. Это первый момент. В этот момент, если мы берем просто функцию торчевскую, рандом, да, там, рандом из нормального распределения нам засэмплирует, то вот эта штука, она у нас не деференцируемая, да. У нас градиенты, да, тут не пойдут. Ну, а тут не пойдут. Поэтому мы что делаем? Мы делаем средний какой-то, да, и к среднему прибавляем какой-то случайный шум. Вот. Получается среднее, оно дифференцируемое, ну и получается среднее плюс какой-то шум. И среднее плюс как шум, это дифференцируемая история. Среднее, это как раз мы берем из-за энкодера, вот. А декодер учится это все дело разжимать, соответственно, ну, вот это среднее плюс шум в картинку. Не знаю, если кто-то на пальцах объяснил эту историю. Я не понимаю, как делается так, что вот это пространство или сметрие какое-то... Смотри, вот как раз вот эта формула, которая у тебя как КЛ, вот, она у тебя и говорит, что давайте мы будем оптимизировать так, что у нас... То есть КЛ Девёрдженс, она что меряет? Она меряет разницу между двумя распределениями, вот. И она, по сути, это вот этот лосс, который тебе говорит, давайте, что у нас латентное пространство будет из нормального распределения. Вот все. А это раз вы гарантируете информативность этого латентного пространства? Она гарантирует какую-то структуру в этом вот этом пространстве. Она не гарантирует информативность, она гарантирует какую-то структуру. Вот. А может быть такое, что у нас... Ну ладно, да, я бы... Смотри, момент первый. Она гарантирует какую-то структуру. Может, не самую лучшую структуру, но какую-то. Момент второй. Мы потом можем взять случайный вектор из... Гауссов, ну, из гауссовского распределения, с нормального распределения. С тем средним, условно говоря, с которым мы обучали. Ну, с той дисперсией, с которой мы обучали. Вот. И засунуть этот гауссовский вектор в наш декодер. Ну, подать этот вектор в наш декодер. И этот гауссовский вектор развернет этот случайный вектор в нашу картинку. То есть, основная эта... Ну, она из-за нее вот такая. А если мы обучаем без этой штуки, условно говоря, то есть, представь, мы обучаем обычный автоэнкодер, вот, то в скрытом пространстве, вот в этом жатом, он сжимает в какой-то вектор из какого-то вообще непонятного распределения. Мы не знаем, из какого распределения этот вектор приходит. И, соответственно, если мы хотим посемплировать, да, ну, то есть, случайно еще что-то подавать в декодер, то хрен его знает, чем мы в декодер будем подавать. Потому что мы не знаем, из какого распределения нам брать вот эти вот сжатые пространства. Понял, да, про что теперь? Да-да-да, я понял. Я понял, я понял. То есть, ну, да, ясно, ясно. То есть, там, как и все, альтер-спасство может быть очень насыщенно. А каких-то местах, в каких-то вообще там ничего не происходит. Ну, смысл даже не то, что он... Ну, смысл даже не то, что он... Ну, смысл даже не то, что он... Мы можем взять случайный вектор из нормального пространства, засунуть его в декодер и развернуть его в что-то. Всегда получится что-то, да, что-то такое похожее на то, что было в начале. Да-да. Ладно, я понял. Хорошо, спасибо большое за экскурс в воде. А репро-принзащен-трик понял, да, зачем мы же, почему он там используется? Ну, потому что нельзя перриференцировать шуму. Да-да-да, там все просто. Коман используется. Это обычное инженерное такое решение, чтобы... Да, я понял. Я понял. Ладно, хорошо. Вот интересно, кстати, бета контролирует трейд-офф между точностью реконструкции и латентной регуляризацией. Пользуясь случаем, спрошу, под латентной регуляризацией, что здесь имеется в виду? Ну, как раз, я думаю, в этом случае они и говорят о том, что... Смотри, лог P, X по Z, это у нас... Обычно потом выходят как раз-таки этот самый... Кроме того, это мыслие, мыслие либо L1 Loss. То есть, Z это у нас вот это латентное пространство, которое получилось, которое выдал наш автоэнкодер. Вот. И, соответственно, X при условии Z, это то, насколько хорошая картинка получилась при нашем векторе Z. Вот. И это все уходит в логу с PMSC. То есть, на лог P, по T, ты можешь смотреть, как на MSC или BL1. А, соответственно, бы это... Divergence, бы это на Divergence, на это, на Кульбака Лебнера. Он как раз тебе говорит, насколько у тебя Z будет похоже на... на нормальное распределение. Я услышал от пространства, правильно? Ну, он полный там никогда не будет, но как-то мы пытаемся к этому прийти. Я понял. Я понял. Я понял. Если мне не хватает вот этого, то я увеличиваю. У меня этот как бы... Если посмотреть на статьи с картинками, самые простые, с автоэнкодерами, то есть ты берешь просто автоэнкодер, и у тебя картинки восстанавливаются как-то нормально, а потом берешь вариационный вот этот автоэнкодер, и у тебя картинки становятся немножко заблюренные. Почему они становятся заблюренными? Потому что они, ну, как-то приходят из гауссовского распределения. То есть непонятно, ладно, почему не буду радовать, просто мы как-то это сверху ограничиваем, и качество картинок свая становится явно хуже, чем просто автоэнкодер. Соответственно, когда мы делаем регуляризацию на наше латентное пространство, мы его ограничиваем, и восстановление становится из-за этого хуже. Поэтому в некоторых случаях мы хотим эту регуляризацию расслабить, чтобы в итоге декодер восстанавливал более качественные вещи. Тоже пропадает, да? Блин, Егор, ты пропадаешь? Я не знаю, это у меня пропадает связь или у тебя. Вот интересно, кто-то нас сейчас слышит. Можешь сказать? С моей. Нет, это либо со связи, либо с микрофоном. Одно из двух. Это твои, Егор, или это у меня? Ну, ладно. Ладно, ладно. Это похоже на связь, потому что там ритмично пропадают блоки звука. Ну, мне кажется, я почти все понял. Спасибо еще раз огромное за пояснение. Ладно, дальше по статье. Они дают антологию решения сходных задач, потому что они понабрали из разных предыдущих решений всего хорошего. Вот, значит, от самых первых вариантов чего-то похожего, значит, это WaveNet, SimpleRDN, так далее, еще в 2016 году, значит, то, что они тогда сделали, значит, кодируя вейформу. Ну, дальше вот это вот, да, это, кстати, Angel как раз был. В NGC Angel, да, это из Google Magento, который там занимает актуальность, делал именно это. Ну, в общем, они, да, начали использовать с TFT еще там когда-то там в 2018 году. Значит, дальше что-то как-то придумали. Извини, а они в итоге вот этот лост, да, используют с TFT? Это что? В итоге еще этот лост, да, используют? В этой статье? Да, да, да. Нет, нет, ну, там как бы это используется, но и не только. Я сейчас покажу там дальше. Значит, да, значит, дальше к чему они пришли? Они пришли к тому, что в этой задаче есть такая проблема уже тоже исследованная, что фазовое искажение приводит к отличию в звуковой волне. Значит, можно, короче, абсолютно разные волны на вид могут звучать абсолютно одинаково. Поэтому если мы сравниваем, если у нас слосс сравнивает вейформу, если мы пытаемся реконструировать вейформу, то у нас этот факт как бы будет портить всю эту систему, записывая в лотен нерелевантную фазовую информацию. Так, подожди, давай еще раз для тех, кто в танке. Еще раз. Да, короче, здесь есть одна и та же проблема. Если мы хотим закодировать и раскодировать назад волну звуковую, то мы будем делать лишнюю работу и лишнюю информацию в латент класть, потому что сама в себе волна не очень важна. Одна и та, короче, разные волны могут звучать одинаково из-за того, из-за фазы. Угу. Ну, то есть компоненты, как бы, компоненты СТФТ, которые, ну, если представить себе волну в виде СТФТ, мы обнаружим, что разные СТФТ могут по-разному звучать из-за того, что у них... Ну, из-за того, что они не только из магнитуд состоят, но и из фаз. В общем, есть такая проблема. Нам вообще логичнее было бы только из одной магнитуды, наверное, составлять назад волну, при том, что очень высокое разрешение. Да, да, Мария? То есть, погоди, то есть мы берем разные СТФТ, у них смещаем как-то фазу и получаем один и тот же звук. Не совсем. Мы берем... Да, мы берем разные СТФТ, получаем разные волны, а звучат они одинаково. Разные волны, а звучат они одинаково. А звучат одинаково это потому, что воспринимается так человеческим ухом, или это действительно одинаковые волны в итоге? Нет, ну, они не одинаковые, у них одинаковые магнитуды в СТФТ. То есть у них на одних частотах близкие магнитуды, звучат они одинаково при этом. Да, магнитуды у них одинаковые, фазы у них немножко разные, фазовые компоненты. А в итоге волны очень сильно разные, особенно на басах заметно, потому что там амплитуды очень высокие у басовых частот, там может быть небольшой сдвиг, он не очень слышен, но прям волна выглядит очень сильно по-другому. Потому что волна там, в нее как бы уже запечены все... Короче, в волне, если мы сравниваем волну, если у нас лос по волне, по звуковой, то у нас басовые всегда частоты превалируют, будут всегда. И там получается небольшой сдвиг по очень сильно другой волне, и нам это не нужно. И при обучении воев, это приведет к тому, что у нас в латенте окажется много информации лишней. Про одни и те же волны, которые думают, что они разные, потому что они разные, они выглядят по-разному. Короче, это нерелевантная информация. Хорошо, я понял. Вот, для того, чтобы с этим побороться, да, для того, чтобы с этим побороться, они вводят двухшаговое обучение. Значит, сначала они делают representation learning, а потом они повышают качество с помощью гана. Ну, как навешивая дискриминаторов на всю эту систему. Сначала, что мы будем в обычной войне по СТФТ исключительно, игнорируя форму волны. Мультискейл спектрил дистанции. Мультискейл спектрил дистанции. В этой статье... Ну, DDSP, напомню, это статья, в которой синтезируется обычного синтезатора, осциллятора, фильтров и так далее, значит, который оптимизируется градиентным спуском. Вот, таким же получаем мы реалтаймовый синтез. Ну, в реальном времени он быстро работает, потому что все эти блоки, они быстрые все. Вот. Ну, вот они там использовали в оптимизации, как лосс, они использовали вот как раз Multiscale спектрил дистанции. Вот этот. Вот. И здесь... Здесь они тоже берут этот лосс. И, значит, в IES вы обучают с помощью него. Здесь у нас... Что такое X и Y здесь? X, это вход, выход? Это входная, распределение выходная? Да. Сейчас я пытаюсь понять. То есть, смотри, мы хотим, чтобы логарифм разницы был у X и у Y минимальный, при этом мы хотим, чтобы опять не в логарифме, а тоже мы минимизировали, при этом минимизировали еще на SFT по X. Что-то не могу сообразить, где здесь чуть-чуть, что-то обеспечивает разницу в репрезентационных. Почему у нас здесь репрезентационные лернинг? Замечательный вопрос. Не знаю. Потому что после вот этого шага энкодер замораживается, и мы больше не управляем тем, как у нас кодируется в латент входной звук. Мы управляем только качеством выхода. Не, ну мы когда KL... То есть у нас как бы латентная патология обучается только на первом шаге. А, окей. S плюс L, короче, вот так раз-раз. То есть мы минимизируем вот это представление. Окей, хорошо, я понял. Не понял почему. Ну, то есть, в сути дела, в Vy обучается просто на первом шаге. А на втором шаге мы из этого Vy, как бы в этом Vy-декодер, оптимизируем с целью качества. Все, все, я понял. Все, я понял, в чем суть. Окей, я понял теперь. Да. Да, значит, ну, в общем, да, вот это мы все делаем. Когда у нас loss, как бы, convergence, кстати, вот как они определяют, что loss convergence, там на самом деле константер в коде стоит. Там 100 тысяч шагов, и все. Как бы, я не знаю, может быть, они могли бы это как-то вычислить, но они не вычислили, они просто, значит, в общем, да. Перестает падать, не знаю, там, после миллиона итераций. Ну, падает там. Ну, в общем, да, просто магическое число, но это не важно. Значит, они добавляют дискриминацию туда. Значит, дискриминатор увеличивает, как бы, дискриминатор уже работает с формой волны. Вот. То есть, по сути дела, о чем речь? Проблема с, проблема вот эта с тем, что, проблема с тем, что разные волны звучат одинаково, она касается латентного простанства в АЕ. То есть, если из-за того, что они звучат все одинаково, у нас латентное пространство разными примерами заполняется, которые, как бы, для нас на самом деле не разные нихрена, они одинаковые. Вот. А мы все равно их туда кладем. Это плохо. Вот. И, соответственно, пока обучается вот это латентное пространство, мы не трогаем форму волны, а латентное, когда после этого мы его замораживаем и уже можем заниматься качеством, уже формой волны. Вот. Соответственно, здесь у нас вот добавляется дискриминатор, меняется лосс, и вот такой вот лосс дальше пишется. Вот. И мы обучаем декодер только в этом шаге. Вот. И, соответственно, дискриминатор используется с целью того, чтобы это все было похоже на входную волну максимально. Вот. И что-то еще они тут делают. Фича-мачинг лосс они добавляют, который придумал Кумар. В какой статье? В статье Мелган. Ну, окей. Это знакомая штука. Это мы знаем. Я, кстати, не помню. Ты помнишь, что это на матчинг лосс? Что это такое? Короче, это там все относительно просто. Они сделали несколько, ну, иерархические свертки, грубо говоря, накидали и все. То есть, мысль такая, что если мы пройдемся с сверткой одной ширины, то у нас будут выделяться одни фичи, если мы пройдемся с сверткой другой ширины, ну, другой длины, другие фичи и так далее. Ну, они в итоге говорят, а давай, короче, мы пойдем со свертками разной длины, чтобы, ну, типа, разные иерархии звуки выделить. Плюс, еще давайте все это дело побьем по хитрому на фазы, чтобы выцепить еще информацию какую-то, ну, фазу, условно говоря. Ну, и все. То есть, это там, 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 да, в основном свертки разной длины, плюс сигнал разбивается как на фазы по-хитрому. Ну, в общем, избегалгарно взять ЛОС, отлично. Хорошо. Подожди, а дальше что? Здесь мы какую задачу решаем? Тут еще раз дискриминатор что учится делать? Да-да-да. Да-да-да. Ну, дискриминатор учится... Где? Здесь? Вот здесь? Это класс? Это... Да, мы используем дискриминатор, используем вот такой вот ЛОС для того, чтобы улучшить качество просто-напросто. Потому что до сих пор в первом шаге там, как бы, хорошая репрезентация латена в ВАЕ, но плохое качество звука. Она хорошая репрезентация, потому что мы не мутили, там, не усложняли ВАЕ-задачу волной вот этой, как бы, поэтому там хорошая репрезентация. Вот. А плохое качество звука, потому что фазовые форматы тоже релевантные. Хорошо бы там в пинечке, касающейся в декодере, хорошо бы как бы хорошие с собой подходы. Они не ссылаются ни на кого. Кто-то уже делал такую историю, что типа брали в АЕ, а потом на основе... Ну, первое делали и тренировали ГАН. Я такого не видел, но, наверное, делали. Мне кажется, идея на поверхности... Но это, по сути дела, просто техника обучения ГАНа, по сути дела. Здесь она просто применена, мне кажется, по делу. Действительно, тот случай, когда очень нужна была... Ну, хорошее представление какое-то. Дальше речь идет... Вот это я, к сожалению, не понял. Вот это единственное... Алло, Леша, можешь... Сейчас связь пропадает почему-то. Сейчас восстановится, чтобы повторить. Тебя сейчас не слышно... К сожалению... Так... Чего? А, да, он меня попросил подождать. Да, 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 да. Да, Леша... Да, ты здесь? Да, я здесь. Было прям не слышно. Повторяю, да. Короче, дальше идет... Идет, короче, про то, что я не понял здесь. Это вот компактность вот этой презентации. Что они для нее придумали, какую фигню. Ну, значит, они ссылаются вот на этот самый Ваевский лос, значит, объясняют про него, что здесь у нас есть... В сторону независимости от того, что здесь у нас есть... В сторону независимости от данных. Вот. Принцали по стереор коллапсу. Кстати, что такое по стереор коллапсу, Егор, знаешь? Сейчас, подожди, дай, дай, прочитаю. Просто опять было плохо слышно. Сейчас я сам прочитаю и что-нибудь скажу. Вот это просто паровая речь. То есть, вот это вот... Ввиду того, что я плохо понимаю Ваев, я не могу это до конца прокомментировать. Ну, вот я стал чуть-чуть понимать. Ну, смотри, вот реконстракшн — это то, что первый... Это они используют вот этот SLS, SFT, регуляризация — это то, что они используют Elbow, ну, и... Да-да-да, Elbow, да. ...ккл, условно говоря. Нет, ты понимаешь, что я не понимаю, я не понимаю только по стереор коллапсу. Вот только вот это, что это такое? Что это за случай по стереор коллапсу? Да. Не знаю, надо посмотреть, не знаю, что в этом... Ну, ладно, что, не важно. Не важно. Ладно, ладно, фиксим. Значит... Ну, что они пишут? Ваев, регулируйте, кажется, постоянный дистрибьющик, торрозиндепендженс... Ну, как это идентифицирует информативные части латента для того, чтобы ограничить размерность репрезентации до абсолютного минимума необходимого, для того, чтобы реконструировать сигнал. Это очень актуальная вещь, потому что, по сути, все, что мы обучаем дальше, всякие разные вещи, они полностью зависят их сложность, зависят от того, с какого плана... С какого плана латента им придется иметь дело, значит, при кодировании в этот вае. Потому что это актуальная задача. Но, к сожалению, не понимаю, что они сделали, потому что это очень сложная математическая... Подожди, подожди. Может быть... Ничего сложного нету сейчас. Вот так... Угу. 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 смотря они чё говорят они говорят что с тех пор как мы хотим чтобы у нас все было из нормального распределения у нас часть вектора просто остановится ровно нормальному распределению и не несет никакой информации мне слышно лишь кстати да да не очень хорошо я про я просто слышал по представлению никакой информации поэтому говоря давайте мы эту часть вот этого представления выпище ты который не несет какой информации и мы собственно отсюда пока не понятно какая методика обучения при этом занувление то есть они зановляют на том а форварде на бэкфорде и как который исходит потому что как эта штука должна влиять на процесс обучения вот и что значит за нулем за нулем при обучении что ли домножается вот на этот какой-то дополнительный меняется как-то вот и соответственно то есть который у нас особо не меняется условно говоря это та часть которая просто выучила нормальное распределение есть часть которая меняется эта часть которая меняется она соответственно несет какую-то полезную информацию не просто так выучила нормальный рей ну то есть часть которая меняется на тоже из нормального распределения но она уже информативно. Соответственно, давайте занулять неинформативную часть. Что делать-то с этим? Допустим, даже мы обнаружили и что же с этим делать? Сейчас, погоди. Может быть, да. Может быть, речь о том, что они как раз получают новую репрезентацию, еще одну. Ну, собственно, да. То есть, они примерно считают, какого размера у них должен быть вектор, чтобы он был репрезентативный и не имел никакой лишней информации. И потом, соответственно, его пережимают еще более сжатый вектор. Ну, то есть, получается, у них есть там такой блок, который вот из этого ZF сжатого вектора делает разжатый опять нормальный Z их. Вот. И, соответственно, его уже подается в декодер, так? Его уже подается в декодер. Я понял. Ну, это, кстати, интересная штука. Вот это... Я бы сам покопался с этой вещью. Вот это прикольно. Да, интересно. Здесь, конечно, в здравых идей. Вот. Ну, ладно. Ладно. Да. Значит... Ну, да, вот такой вот... Вот такой вот у них декодер. Но он очень простой, и это как бы большой плюс. Да, вот это, кстати, я тоже не прочитал, к сожалению, потому что... Не прочитал, я не знаю, что такое Ressigil Stack, просто не успел. Наверное, что-то, типа... Какой-то, наверное, какой-то слой, не знаю, с Residual Connection или еще... Там все. А, ну, да-да-да. Со Skip-канекшеной этой истории, да и все. Юнер там, типа... Да нет, там, типа... Да нет, обычный Skip-канекшеной накидали и назвали его Residual Stack. Ну, наверное, ладно. Наверное, наверное. Короче, я бы неделю переживал за счет того, что я эту часть не прочитал. Ну, это просто... Не в то, что я переживаю, а в то, что я понять хочу. Я вот какой-то потратил, еще потрачу, потому что мне... Ну, у меня обучается он. Пока я не получил из него прям офигенный результат, но демки у них очень красивые. Вот. Я могу бы точно сказать, что что-то хорошее, интересное он делает. Вот. Так что поработаем с ним на следующей неделе еще. Вот. И посмотрим, что будет. А предобученных систем нет. Я на этот момент... Чего я хотел уточнить. Вот эта штука, она обучается на каких-то... На каком-то звуке какого-то одного инструмента и выдает звуки одного инструмента случайно. Или как она работает, как используется? Да. Нет, случайно? Нет, подожди. Слушай, а MOS- это ведь чем больше, тем лучше, да? Ну, да. Все, 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 все лучше. Лучше всего. Долго, долго считается, да. 5-7 дней. Нормально. Да, я пока один день только посчитал. Это прям достаточно долго, да. Да, какой у тебя вопрос? Как это работает в итоге? То есть мы обучаем на звуке какого-то одного инструмента, нескольких инструментов, и потом это случайно генерирует звуки инструмента, или как-то еще? Не случайно. Нет, почему? Почему не случайно? Дальше мы, соответственно, как минимум мы можем взять просто и реконструировать, ну, мы проверяем реконструкцию. То есть для начала, то, что мы можем закодировать какой-то инструмент в этом же звуке и получить его назад через всю эту, значит, через весь пайплайн. Если мы можем его получить назад, соответственно, манипулируя латентом, мы можем получать новые, значит, версии того, что мы... Ну, то есть новые какие-то партии на этом звуке играть. Мы можем играть на нем, короче, вот на этом инструменте. То есть это как бы, это запечатлевает инструмент как бы в динамике, можно так сказать. Ну, вот эта модель, которая работает для одного инструмента, правильно? Ну, это на самом деле нет. На самом деле нет. Я не вижу никаких причин, чтобы это был один инструмент, а не десять. Это вопрос вот сложности латента и как бы и емкости, информационной емкости в АЕ. Я не знаю, может быть, у них есть ответ на этот вопрос, но они здесь не позиционируют это как решение для одного или для нескольких инструментов. То есть это просто в АЕ и все. Вот что-то там, его можно использовать, как вы догадаетесь, так и пользуетесь. Не знаю. Возможно, вопрос к... Вот здесь, видишь, strings, например, дата-сет. Здесь много разных, на самом деле, много разного всего, и они как бы все просто запихнули туда. Вот. Вот это произошло, кстати, N-SynthSync тут очень низкое у них. Это же 44, по-моему. Нет, N-SynthSync там 22, 48. То есть они в исходном качестве моделивают. Это очень важно. Ну вот дальше вот speech, то есть тут тоже 110 спикеров. unsupervised, да, ну то есть они сразу все запихнули. Вот. Поэтому, видимо, это для всего можно. Это можно использовать для кучи инструментов. Вот. А дальше просто как ты этим будешь управлять, это уже вопрос того, как ты будешь кодировать в Latent. Ну, значит, да, здесь речь придет про компактность и качество. Ты тоже, к сожалению, пока не прочитал. Это интересно. Надо еще пока пасцать с этим. Ну, смотри, фиделики параметры, это посвятить того, насколько у нас большой латентный вектор, вот этот. Ну, то есть мы как раз, я думаю, здесь изучение того, ну, размера нашего латентного, вот это и качество. Да, видно по волне, видно очень хорошо, что качество вообще в прямом смысле, ну, так, в самом простом смысле слова, оно очень хорошее здесь везде. Здесь мы видим, что вот там, где, ну, в самом верху с Петром есть мелкий песочек, внизу у нас гармоники такие размазанные, они, в принципе, хорошие везде. Здесь больше речь про то, что с параметром мы теряем, как бы в некотором смысле контроль у нас становится чуть-чуть меняется, то, что мы слышим. То есть звук, он чуть-чуть становится другой. Вот. Хотя он везде здесь меняет. Вот. Но по большому счету изменений в качестве мы здесь не видим. Это больше потеря контроля, скорее всего, я бы сказал. Вот. Но это все, конечно, надо слушать, чтобы понять. А, ну, хотя нет, 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 я нагнал. Здесь вот видно, что слева, что форманты, это, скорее всего, какая-то скрипка, что такое форманты, не, не форманты, не только гармоники, они идут до самого верха. Но в одном звуке здесь вот они уже с шумом идут до верха, но тоже идут. Вот. А справа на F08 они уже потерялись. Вот в чем дело. Да. В гармонике высокие частоты потерялись. Вот чего. Так что немножко ты нагнал. Ну, в общем, да. Тем не менее, они реконструируют очень, ну, достаточно качественно. Что-то они немножко потеряли, но в целом все хорошо. Вот интересно то, что они предлагают очень простой, при том, невероятно простая технология. Значит, этот трансфер тембра, это значит, что я могу петь в микрофон, и у меня будет выходить там то, на чем обучен этот автоэнкодер сразу в реал-тайме. Это, кстати, по-моему. Вот. Это, кстати, очень классно, потому что ты же можешь на самом деле вот с этим рейвом теоретически сделать реал-таймовый трансфер тембра голоса для дискорда. Да, да. Это, мне кажется, весело очень. Обучить на Путине и там какие-то речи еще читать. Можно прочитать речи на Новый год, кстати. Это интересный. Надо обучить сначала. Так, ладно. Ну, это прикольно, да. Как вам работает? Да, да, ладно. Да, это очень просто. Они просто кодируют тембр-трансфер блок, при том, что, по сути дела, они попробовали этот тембр-трансфер на тембре, на который ничего не обучали. Они просто закодировали его в энкодер, и все. Вы уже обучены на другом. Получается, что энкодер воспринимает те части и как бы воспринимает этот звук как будто бы принадлежащий к этому распределению, проецирует там в какие-то точки в АЕ постоянно, а на выходе в любом случае получается что-то похожее на инструмент, на котором обучено. Вот. И получается, что тембр-трансфер автоматически, что ли, выходит. Вот. Потому что у нас всегда получается то, что он в том, на котором мы обучились. То есть, условно говоря, обучаем эту штуку на спикере номер один, и потом туда запихиваем спикер номер два, и выходит все равно спикер номер один. Да, все равно выходит хороший спикер один, но качество. То есть я думаю, что на голосе очень хорошо будет слышно, что там у нас понемы не те, там так далее. Но это можно, наверное, добавлять. Ну, то есть это понятно, что этот блок от ибр-трансфера он практически для прикола сделан, потому что тут не обучено ничего. Понятно, что можно обучить. Тогда, наверное, будет хорошо. Но, как бы, теоретически все будет очень хорошо, потому что, опять же, вся статья посещена тому, чтобы именно релевантные для итогового звука вещи оказались в латенте. Вот. Насколько я понимаю, у них до какой-то степени это получается, потому что достаточно компактный, а звук на выходе достаточно хороший. Хотя немножко шумный. Вот. Ну, и они говорят о том, что можно для компрессии использовать. Ну, что, прикольно. Прикольно. Прямо-прямо. Для компрессии, кстати, очень интересно, потому что можно, получается, для голоса тоже как по коду использовать тоже теоретически. Если я обучился на твоем голосе, то можно сделать, чтобы у тебя связь не прервалась. я не пропадал. Вот это интересно, попростить вот эту идею с трансфером тембра. Это прям очень интересно. На спикерах. Фиксируем. Весьма штука. Да, инструменты фиксируем. Вот на спикерах, если это будет работать, а еще в таком качестве, это просто бомба. Ну, а что сразу фиксируем? Инструменты тоже неудовальная задача. Если им хорошую, вот эту вещь, хорошо работающую дать, они будут в восторге. Вот, DDSP в принципе работает. Вот, уже сейчас такое он делает, но он звучит как экспериментально. Он не звучит production ready, потому что у него низкая... Ну, короче, почему-то не звучит. У него низкая... Sample rate у него низкий. Вот, и как-то он... Это вот все как-то не то пока что. Ну, какая... Вот эту вещь тоже не получится вот выкатить там на следующей неделе в какой-то продукт, и чтобы все его покупали, потому что все-таки семь дней обучения это эпично. Это долго. Ну, это да, это... Никто там не будет. Ну, теперь запаковать какой-нибудь инструмент. Там, не знаю, запаковать кучу... Слушай, ну, а у них сетка какая-то большая, что это так долго обучается? Или просто из-за того, что ты несколько... Ну, это сет большой, и все. Еще две сетки получат, значит, в AI, а потом еще GAN. Я понял. Как-то так. Да, ну, в общем, все. Статья все классные, сэмплы у нее классные, но мало. Вот, например, ВЦТК и... ВЦТК и... Вот они вот здесь наказаны по типу, ВЦТК, значит, и... Стринкс — это струнные инструменты, а... Ну, в общем, скрипши всякие. Вот, они не выложили этих звук. Леша, покажи сам какие-нибудь... Продолжение следует...